Нет, нет Помощный залезла. Будь аккуратная, Дуся, не свались, не провались, не прыгай. Иди, Аташке, помогай, святи. Аташке, святи. Я сейчас ему помогу. Когда будешь сладить, меня позови, сама не слазь. Все равно меня позови. Сейчас как свалимся с тобой, я не знаю, как сюда лазить. Адана, а ты сможешь держаться там и ноги спустить на вот эту деревяшку? Поворачивайся задом. Эй, колючку, что держишь? Больше не за что там держаться с той стороны? Сюда ногами? Да, вот это только. Сам держись руками. Нет, нет, выше. Выше подними ногу, выше. Ага, хорошо ногой наступай. Это деревяшка хорошая, держите. Ага. Все, больше не лазь, пожалуйста. Ага, я не буду. Из-за тебя я не работала. Сидела, ждала, что ты меня позовешь. У него на носу всякие эти есть микробы. Ты знаешь об этом? Собака. Да. Он на них не ходит вообще. Я не знаю. Пойдучай. Продолжение следует... 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 не ешь, не пей с холодильником, мороженое много не ешь. Вазочки они гниют, поэтому... А я могу с холодильника кушать. Мой нет. Он может вот это яблоко в кипяток положить, потом поесть. Если холодный напиток, бутылку под горячую струю ставят. Вчера ночью, ночью, не знаю во сколько, 9-10, наверное. Я говорю, я пошла в магазин, что тебе принести, я схожу. Я говорю, ну пошли вместе, потому что я хочу пройтись сегодня. Ничего не делала, целый день лежала, надо пройтись перед сном. Мы с ним вдвоем сходили, купили минералочку, пачку семечек. Надо прекращать эти семечки, щелкать. Лома тортятся. Мне-то рассказала. Все хочу купить. Снуп, пшеницы, ну каких-то злаковых. Ну вот каждый раз, когда бываю на барахолке, я взглядом смотрю, покупаю вот веточки, что-то когда покупаю, редко конечно, но когда они там продаются, я смотрю и спрашиваю, есть или нет. Не встречаю. Был хлопок, а вот этих не было. И искусственные вот такие цветочки были. В том доме, я говорила уже, у племянника, когда женился, мы ездили к ним на сватовство. И они живут, забыла как называется этот район, они живут, вот если до конца Мамуш, до конца, не Мамушлы, до конца Рыскулова, если ехать. И направо там где-то, не доезжая прямого пути, где-то в общем на окраине города, да, вот их дом в последнем ряду находится. И дальше смотришь, поля, поля. Я не знаю, что там было засеяно. Это, наверное, было уже к осени дело, потому что уже оно было желтое, спелое. И я себе нарвала вот где-то вот столько, да, ну скажу пшеница, да. Мне похоже было, что это пшеница по картинкам. Я же не знаю, как растет пшеница или что-то другое. Вот. И домой привезла вот такие высокие. Они удивляются, зачем тебе? Смеются, говорят, зачем она рвет, зачем ей это? Красиво. И в доме, когда есть, оно означает как достаток, богатство, сытость, да. В общем, хотела его и не купила. И он у меня долго стоял, а когда мы переезжали с того дома, ваза вообще дома не держит битую посуду, да. На вазе чуть-чуть, скол был небольшой на кончике. Хрустальная ваза. Он в нем стоял. Я вместе с вазой в том доме оставила его. И до сих пор уж в этот дом не купила. Ну, как-то я видела, на сайтах есть. Ну, там, знаете, вот столечко, вот столечко надо несколько брать. Уже не помню, сколько стоит, но стоит. Так что, как-то так. Что еще я хотела сказать? Муж, оказывается, уже подвязал. Я думаю, когда он пройдет, надо просмотреть, проконтролировать. По-моему, он ничего не забивал, я не слышала. Мне кажется, он привязал к забору. Я так тоже могла. Но, главное, подвязал хорошо, он стоит. Кошка пришла. Идет. Я брысь. Она встала, оглянулась, смотрит. А меня в жизни за что здесь не видно. Пришлось мне встать. Он развернулся, пошел. А то бывают наглые. Бегут к нам туда дальше, в сторону огорода. Сейчас собака есть. В этой стороне они не ходят, слава богу. А то они имели привычку лежать на моих этих диванах в прошлом году. Уж небо осенью дышало. А, я про смородину сказала. Меня раздражает этот яблоня. Мужу надо сказать, чтобы он срезал ветки. Вот эти. Я в тот раз почистила эти клумбы. Смотрю, вот где... Где лаванда. Вот эти листья. Я же говорю, я не подметаю здесь. Вот эти листья все сбиваются в этот клумб. Именно в этот кукол. Работают за меня. Я возмущаюсь, что там постоянно листья. Вот на этом дереве сухие листья. Все время мусорит. И на газон мусорит. И везде мусорит. Сейчас пока не забыла. Пойду мужу скажу. Иди давай, срезай. Те живые ветки оставь немножко. Хоть на следующий год будут яблоки. В этом году не было. В прошлом году много яблок было. В это время мы кушали. Потом уже, по-моему, дожди были. Я не знаю, какой-то месяц был. Уже прохладно. Это поздние. И мы последние собрали ведерочка. Всякие были. Они прям такие, знаете, хрустящие, сочные. Вот такие яблоки я люблю. Вы знаете. Вот мы их ели. Но до осени пока они созреют. Их черви съедают. Дерево старое. Не потому, что я там его не обрабатываю. А оно вот такое. Если вон, то молодое дерево. Там нету ни одного червячка. Стоят яблоки. А идусь, два съела. И говорю, все, 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 все. Я тебе разрешила только одно. Нет, нет, нет. Нам надо попробовать, какие они. В белом виде. Ребенок же. Себя вспомните детьми. Как мы ели эти зеленые яблоки с солью. Полные животы набивали. Сюда, за пазуху. Мы лично воровали в больничном саду. Во Фрунзе. Я училась во Фрунзе, в школе в Уштубе. А рядом райбольницы находилась. И не знаю, по-моему, больными ли. Чтобы в больнице сотрудники собирали. Не было такого. Может быть, больные ходили, собирали. Я не знаю. Там никогда никто не гулял. Никаких дорожек, ничего не было. Сейчас не знаю. Мы бегали, воровали там со школы яблоки. Рассказывала, не помню. Она, когда в начале лета, по-моему, ездила в Уштубе. У ней же там сын работает. Своё хозяйство у него. И она иногда ездит, навещает его. Говорит, бедный мой сын. Один надо хоть один раз съездить. Убраться у него, приготовить ему. И вот в такой из поездок она ехала. И специально они с Нуриком остановились. Но притормозили возле моего дома. А мой дом прям по улице вокзально. Прямо так стоял. Стоит до сих пор. И они говорят, смотри, для тебя снимаем твой дом. Но мой дом кажется таким маленьким. Но он и не был большим, в принципе. Там сколько? Две, три спальни. Кухня, веранда. И ещё маленькая веранда была. А к чему я ещё сейчас сказала? Может быть, если получится. Не знаю, вы что беспрошу. Там же есть местные таксисты. Мы же без машины едем. Попросить. Не попросить, а на такси съездить туда. Снять дом для моих детей. Для моего мужа. Мой муж этот дом не видел. Если получится, попроситься внутрь зайти снять. Ну ладно, пока не забыла. Вот я сижу, и вот это дерево мозолит мне глаза. Вот посмотрите, видите, свисает вот так. Свисает такая жёлтая ветка. Одна или две это, получается, большие ветки. Их надо срезать, истой стороны ещё маленькие ветки, сухие. Как ты покупаешь в Могахе? В Могахе? Да. В Могахе есть небольшая кузь? Да? А, бержа, потом кузь? В кузь? В Могахе есть небольшая, маленькая кузь. Я не смогу забыла обраться? не на таблине дерево полностью хочет салмала что ну не таблинин биржан давид color не беру на риме сверх стоит же посмотрели визу нет нет я высокая которая стоит его надо оставить которые только вот эти сухие бла трогать вот эти только 3 ветки надо срезать ладно тогда половина катаре да зимой будем или так только яблоки или ассорти сделаем я обычно ассорти варенье там замороженные ягоды добавляю не хочу наклоняться сейчас наклонюсь я отсюда не вылезу тогда хотела сорвать кое-что я еще кофе свой не допила видите снова 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 вот листья здесь а вчера еще когда поливала на черенковала не знаю пять горшочков получится не получится прошлый раз не получилось муж как попозже осенью пусть листья падут говорит представляете ну а то пусть опадут поднял бедный замок ришка бедный замок ришка моя ведь видите как на солнышке раскучерявились а этот из-за смородины это все мы с вами сажали весной да и папоротник так на зиму надо выкапывать этот ларкушку надо выкопать на черенковать ой блин в этом году ни одного яблочка вон наверху их это птицы клюют еще не только съедают эти черви поедают но и птицы клюют слышали дамы уже говорит полностью я уберу хочет убрать не знаю наверно полностью если хочет пусть убирает полностью прошлом году было много яблока вот видно нет вот здесь вот еще ветка нам было вот на эту трубу и на улицу падала дети трясли там ели потом сказали вот на трубу нельзя надо срезать он срезал вон там немножко макушку и вот здесь одну большую ветку связал вот много он веток срезала и сюда шла ветка и осы и пчелы это же оса весной вдоль дорожки вот здесь у меня были хризантемы я оттуда все убрала все пересадила рассадила сейчас сижу думаю она будет вдоль дорожки хризантем высадить программа очумелые ручки вчера с мужем здесь сидели семечки щелкали айда на нашла где нашла здесь на подоконнике у меня маленькая корзинка там мои блокнотики ручки лежат когда мне надо что-то по телефону разговаривать быстро записать вот такая корзинка помоечка как базочку поставишь и она превращается в помоечку все что надо не надо туда закидывать и туда видимо закинула я шпагат свой не знаю как сейчас получится потому что это нужно было делать когда они были еще только срезанные но у меня на тот момент не было ниток этих я их найти не могла нашли позже а я думала почему не взяла такую тоненькую ну там не видно же для таких дел вот такая толщина нитки достаточно если потолще она будет грубо смотрится у меня здесь совсем небольшой соцветия маленькие веточки тоненькие а это помните с прошлого года стоит не выходит символ ухватит да под лиза ай не кусайся вон видно радугу айдану отправила заправлять постель смотрите он сидит и ждет их сюда подошел вон картонка на бурной полке лежит я махнула на него он ушел сидит ждет их я легла отдыхать буду монтировать следующую серию у нас знаете там сколько серий еще где-то 5-7 дней нужно нагонять нам пишите комментарии ставьте лайки пишите комментарии ставьте лайки делитесь видео подписывайтесь айду сейчас я сегодня постирала стул я сказала сама буду постирать когда захочу только так сказала она говорит давай я постираю постирать ну и стилил посмотрите на газоне сколько травы айду сарвет траву он убирает за собой у меня лазится суп это собачья еда здесь я поставила молоко сейчас будем размачивать манную крупу запеканку творожную буду делать на канале у нас есть даже с повтором ну на повторе там не рассказывала сколько чего ложить вот манку прямо не варим у меня вот мелкого помола да манка остывает пока по-моему еще одно яйцо здесь у меня немного соли сахара и ванилина добавляем еще лимонный сок вот у меня здесь 500 грамм и а 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 стоит немного пошевелиться и с меня лежит все на я люблю чтобы зернистость была покрупнее у творога поэтому постараюсь не сильно измельчить теперь сюда добавляем остывшую манку получается очень вкусно с ней даже справится ребенок а Люся делает тоже ее на острых а 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 смазываем форму маслом какое у вас есть сливочное подсолнечное бортики обязательно все переливаем нашу массу в миску формочку хотите силиконовой подходящий потому что сильно высоким у нас не будет вот получилось жиденьким но ничего страшного отправляем все это в духовку на 180 градусов где-то примерно около часа до 50 минут я поставлю вот так вот так творожный пирог вау вот такая запеканочка у нас так пусть запеканочка наша остынет потом будем кушать я сегодня не хочу а кто захочет может попозже всех приглашаем на чай с творожной запеканкой всем приятного аппетита кто за столом мой муж сказал я могу есть в горячем виде такая запеканочка наша наслаждайтесь пожалуйста пилот а в в в Продолжение следует...